Музыка Здравствуйте мои дорогие фанаты, подписчики и любители анимации В общем, сегодня в этом видео я хочу рассказать, кто такой Джизи Бой, о его лоре, о его контенте и что в нем связывает многое чего Что ж, приступаем В общем, не многое биография о Джизи Боя Его зовут Джек Копперс в оригинале. Ему 21. Он живет в Таиланде. Ммм, как же кайфово ему тут. У него есть девушка по имени Мами. О ней поговорим пофиг. Славится нас в Дизи благодаря анимациям про Стикмана против террари, Стикман против игр, Гнев души и многому прочему. Первая анимация вышла 7 лет назад про двух Стикманов. И казалось бы, с чего бы все началось, но дальше пошло интереснее. Первый крутой проект назывался Дизи Бой. История о том, как девушка Стикмана умерла, и он решил его навестить. Узнается, что этой самой девушке решили обокрасть кольцо с душою. Стикман это, конечно, не позволяет, но при том сам попадается под рукой побега. Сновая, что у Стикмана есть мощь души. Одна из них называется Гнев. Всюду и начало берет Гнев души. В общей членности еще продолжается так две эпизода до последнего четвертого эпизода. Гуляя по флешбекам, мы встречаем последний бой. Между Дизи и его врагом. Проходит на эпичное сражение Стикманов. После боя образуется кристалл души. Вызывает тем временем у персонажей новые способности. И, конечно, после долгих эпичных сражений, Зелененький получил то, что хотел для своего оружия и власти. Казалось бы, конец проиграв. Зеленый выиграл, белый проиграл. После флешбеков с печальными событиями и ее дочерью, О ней поговорим тоже позже. Начинается бой и зарубительное эпичное сражение. Начается тем, что Зеленый проиграл, белый выиграл. Это еще не конец, ведь нас еще ждет проект Гнев души. Теперь поговорим о сей его семье, друзьях, девушке и все таком вроде знакомых. Начнем-ка с маме, или же девушкой Джизи Боя. Она живет в Таиланде и тоже славится своими милыми анимациями. Канал милый, хороший и веселенький. Девушка гиперактивная и интересненькая. Совету познакомиться с ней. Следующая это дочь Джизи Боя, Дейзи. Милая, спокойная, но очень боевая девочка. Она же еще появляется в сериях Гнева души. Черный Стикман. Главное камео этого канала. Лучший, вообще красавчик, четкий, таджик, мужик. Моро, он же создатель Инди Кросс. Ближний друг Джизи Боя. Живет в Марокко. Благодарим Моро за то, что он создал такой шедевр Инди Кросс. Кун Бот, тоже один из знакомых Джизи Боя. Также живет в Таиланде и также с ним хорошо ладится. Ина, чем-то похожа по характеру на Питера из Майнкрафт для нубов. В общем, персонажка тоже веселая и активная. Следующую зовут Тэй Яй. Она же программистка, инженерка, стеркодирование Майдов по Фредди и Майфанкин. Тоже знакомый с Джизи Боя. Что-то общего мнения. Женщина, обновляй свою моду, уже как годы без обновлений сидим. Кому на один месяц вышел Ретроспектр и Дэви Бомби, ничего, обновили хорошенько. Что ж, я рассказал о всех знакомых, о всех друзьях Джизи Боя. А теперь расскажем, какой контент он снимает. Что ж, сейчас поговорим о его контенте. Что он снимает и чем он прославился. Начнем-ка с того, как он снимает анимации про инди-игр. По типу Антертейла, Бенди, Балди и многого прочего. Что насчет среди песочниц. Он снимает редко Майнкрафт и очень часто снимает свой легендарный контент. Стикмен против террарий. Из сюжетного контента могу упомянуть гнев души. Что насчет его сюжета. История берет о том, что Дэйзи смогли воскресить через души. Прячет ее от опасности. Чтобы не было как в прошлый раз. В конце всего контента мы узнаем, что Дэйзи узнает, что якобы она робот. Что у нее есть власть души и секрет ее мощности. В моде Стикмен против Рейни Фанкин показывают отчетливо, что ее душа способна на большее оружие и смерть. Обещали, что будет третья серия. Хотя она до сих пор не вышла. Возможно, она выйдет скоро. В итоге могу сказать то, что канал очень годный, хороший, привлекательный и относительно крутой. С хорошим чувством юмора и очень ностальгичный. Налог годный, рекомендую смотреть всем. И да, это еще не все. Хочу рассказать про свою последнюю безумную теорию. Вы никогда не задумывались на кого похож Дэйзи Бой? А я знаю на кого. На самом деле Дэйзи Бой похож и смахивает на Алекс Криша. Серьезно, вы никогда не задумывались на том, что у обоих похожий контент. Похожи персонажи. Если не похожи, то они полностью совпадают друг с другом. Вы прикиньте увидеть их кроссовер. Это был бы сенсацией века всех анимаций. Не знаю, как вы, но я жду, когда у них будет кроссовер. Эпичный кроссовер. А пока что до свидания, удачи и всего доброго. Наслаждайтесь жизнью и просмотром этого видео.